Эй, эй, всем привет, с вами Алексей Загребельный и у меня радость. Моя новая работа, которую я вам хочу сегодня представить, это кокедама под названием шумелка-мышь. На самом деле, я очень давно хотел себе травянчиков, ну таких травянчиков, чтобы прям вот травка была очень высокая. Вот, и чтобы влаголюбивое, прям вот, чтобы вот залил воды и мини-прудик у тебя с одной стороны, там такой аналог аквариума и одновременно увлажнитель воздуха. Вот, давно облизывался на вот такое растение, называется оно джункус, вот, оно же еще называется ситник, аквариумисты не путайтесь с ситнягом, да, внешне похож, но все-таки это другое растение. Также его называют еще карандашная трава. Вот, в продаже я на него направился редко, то есть, увидишь, да, вроде как это самое хочется, да, и колется. Вот, кстати, колется кончики у этой травки, так что будьте осторожны, кто решит себе такую же приобрести, вот, берегите глаза. Да, значит, но на подоконнике, как говорится, мест резиновых нет. Вот, все время какие-то комнатные растения, орхидеи, все-все, это все, что вроде как любимое, нужное, все занимало место. А куда приткнуть-то этого бедного джункуса, травку-то вот эту вот красивую, вот, естественно, некуда было. Вот, ну и чтобы не мучиться потом с освещениями лампами где-то на рабочем столе и так далее, ну, приходилось отказываться от идеи приобрести его и выращивать у себя. Вот, а тут новая квартира, широкие подоконники, вот, мест для орхидеи много, свободного места много и решился, наконец-то, и плюс, мое желание совпало с возможностями, наткнулся в продаже в Ашане на это растение и тут же его приобрел. То есть, все, даже не задумываясь, все беру джункус себе, вот, и буду делать из него как и давно. Значит, второе растение, которое здесь высажено, вот, вы видите, вот такие вот засохшие кончики, это Циперус альтернифолиус, сорт Зумала. Вот, чем он отличается от обычного Циперус альтернифолиуса? Тем, что не 90 сантиметров вымахивают, а всего лишь 50. Ну, надеюсь, что у меня, по крайней мере, он будет таким заявленным компактным. Пока что ему здесь некомфортно, вот, но подсыхают исключительно только кончики листьев. Я думаю, что адаптация пройдет и все будет замечательно. Напомню, этой кокедами всего лишь две недели отруду. Вот, поэтому здесь все еще никак до конца не устаканилось, ставил ее на восточное окно, причем на створку, которая смотрит на юго-восток. Там не понравилось ни Циперусу, ни даже джункусу, который очень светолюбивое растение. Вот, пришлось подвинуть к восточной створке. Вот, через неделю пришел, а я могу только раз в неделю посещать новую квартиру. Вот, пока здесь ремонт, пока еще не переехали. Вроде бы как никаких негативных вещей тут не наблюдается. То есть, вот то, что подсохло в прошлый раз, оно вроде как здесь и оставалось. То, что не успело засохнуть, вот зелененькое по-прежнему. Значит, вы видите Эхинодорус? Нет, и я не вижу. А он есть. В самом центре этой композиции, там в глубине, не знаю отсюда увидите вы или нет, вот такая вот маленькая шмакозявочка. Это остаток от Эхинодоруса. Эхинодорус Блехера, по-моему, я покупал. Вот, высадил его тоже в качестве эксперимента. Эксперимент заключается в том, что сажал я его сразу в сухую. Все. То есть, без всяких тепличек, перевода, там влажности, все. У меня не было такой возможности куда-то его поставить в какую-то теплицу. Все теплицы забиты орхидеями. Вот, поэтому решил, так, высажу его, просто вот воткну и все. И вот выживет? Замечательно. Не выживет? Ну, теперь будем знать, что лучше это делать постепенно. Вот, ну, опять же, все зависит, конечно, от самого растения, от его состояния первичного. Все, вся листва, вот буквально через неделю я приехал, она уже была сеном. То есть, конечно, засохли листья не до самой розетки. Там буквально полтора, у кого-то два сантиметра, не достигая розетки, остановилось засыхание. Срезал все сухое, всю сену срезал. Молодые листики тоже все просто засохли, там, подчистую. Вроде бы, как что-то там сейчас намечается, какой-то вот, то ли побег. Может быть, конечно, это кусок от черешка листового, который еще там не засох. А может, это новый листик лезет. Посмотрим. И четвертое растение, которое высажено здесь, в кокетаму, это, собственно говоря, длинностебелька. Вот, прошу любить жаловать. Денежник золотой, он же монетница. Вот, то есть, высажено по методу компании EDA, ну, вот, по методу, описанному господина Мамана в патенте на вабикусы. Ложка. Ложка 20 сантиметров диаметром и 20 сантиметров высотой. Зачем я брал именно такую высокую? Ну, для того, чтобы, во-первых, много воды можно сюда было налить, и вода, испаряясь, увлажняет воздух, а рядом, замечу, стоят орхидеи. Им влажный воздух полезен. Во-вторых, высокая плошка не дает очень сильно раскидать травинки нашему джункусу. Ну, вот. Мне все-таки хочется более вертикальную композицию, нежели горизонтальную. Горизонтально мне уже хватает. Вот, та же самая Кокедама Дейланд. Ну, вот. Казалось бы, плошка 15 сантиметров, да, шарик 12. Но размах листвы получается полметра. То есть, размах листвы папоротника в сторону, да, получается полметра. Занимает место прилично. Вот. Начинаешь ставить что-то там вплотную к нему, естественно, его листве это не нравится. Вот. Он, естественно, начинает кукошиться, деформируется. Вот. И потом это все некрасиво выглядит. Вот. Поэтому вот вертикальную композицию заливаю я, значит, по основанию ростков джункуса, то есть, вот где они высажены. И ровно через неделю приезжаю, от воды остается один сантиметр, слой один сантиметр. Все остальное растение выпивает, что-то испаряется. Здесь пока еще жарко. 27 градусов в помещении. Вот. Я скажу, что пока не подвинчиваю в минус. Вот. Поскольку здесь стоят еще орхидеи, которые проходят период адаптации после азиатских поставщиков, вот, где температура высокая в теплицах обычно, очень сильно держат, сильно высокая. Вот. И высокая температура сейчас, она неблагоприятно будет сказываться как раз на рост грибковых заболеваний, грибков, вот, как раз вот сдерживая их развитие, вот, и способствует тем самым нормальной адаптации растений. Но потом, конечно, пониже. Куда делать? Не жить же в 27 градусах. Вот. Отличие кома земляного от остальных кокидам, которые я делал, состоит в добавлении двух частей сапропелля. Гранулированного сапропелля. Вот. Покупал его тоже в Леруа Мерлене. Вот. Ну, что? Красивый шумелка, мышь. Вот. Теперь про вабикусы, ребятушки. И вот я упомянул, да, вот способ посадки. Вот, кстати, если вот, не знаю, честно, стекло видно, нет, поближе поднесу. То есть вот из каждого узла, почти что из каждого узла лезет росток. Лезет новая стебель. Некоторые, кстати, даже вот здесь два стебля, два стебля новых. Вот тут вот тоже два. Вот. То есть это как раз способ, один из способов получить большое количество ботвы у длинностебельных растений. Вот. А я с вами прощаюсь. Всех обнимаю, всех люблю. Пока, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok